Угла, ему 28, его официальный вес 93,2 килограмма, при росте 182 сантиметра, его профессиональный рекорд, одна победа, он призер чемпионата Кыргызстана по боевому самбо, чемпион Ожской области по рукопашному бою, представляющий клубы Аль-Мукар и Асмади из Кыргызстана, Кадыр Курстанулу! Его соперник, он напротив, выйдет на поединок из красного угла, ему 25, его официальный вес 92,3 килограмма, при росте 187 сантиметров, его профессиональный рекорд, одна победа, он мастер спорта международного класса по рукопашному бою, чемпион России, победитель Кубка мира по рукопашному бою, призер чемпионата России по смешанным единоборствам бронзового достоинства, представляющий клуб Металлург, город Киров, Владислав Фокин! Рефери Пайдинка Манап Капдев Рефери Пайдинка Манап Капдев Переходи на О! Сагагеректыюнын бары Алдын-Кооператорнын биреля тарифинде Так, друзья, команда к началу первого раунда, Владислав Фокин и Кадыр Курстанулу Владислав начинает давить, но мы знаем, что Кадыр очень хорошо контратакует, может взорваться, хорошая серия руками, заходят удары у Владислава, здорово встречает Владислав Не отдает ноги Владислав, не позволяет Кадыро наносить удары по бедрам, стал тянуть на себя сейчас Да, и пытается раздергать, сейчас тоже ушел на дистанцию Фокин Хорошо поджимает, здорово запирает к сетке Резкий удар в противоход от Фокина И, да, и при этом не врывается сразу же в атаку, да, пока размениваются одиночными, но, тем не менее, даже за счет давления Владислав уже поджал соперника ближе к сетке, лишая этого возможности маневрировать Опять хай-кик, вот с той же самой ноги В чем такой? Невидимый Да, 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 очень быстро бьет Хорошая ручная скорость, хорошая техника ударов ногами у Владислава Кадыр отстреливается силовыми одиночными ударами из права и слева, но пока это приносит ему не так много дивидендов Очень качественно поджимает Владислав, конечно, напрягает соперника, все время нависает, над ним заставляет вот так выбрасываться Четкая защита Пробует разные варианты Кадыр, но пока мало что получается Очень неплохие джебы, быстрые у Владислава По скорости, как мы видим, Кадыр не успевает за своим соперником Есть ощущение такое, что Владислав просто потехничнее, лучше обучен Попытка пробить с дальней ноги в голову, очень опасно, хорошо цепляет оппонента опять передней рукой Владислав Но там Хакик был без подготовки, поэтому Кадыр успел на него среагировать, в отличие от ударов передней ногой И опять уходит на центр сейчас Хокин Очень осторожно и выверенно действует пока что Владислав, не форсируя события Хорошо, ногой по голове еще, мне кажется, еще Владислав маловато бьет по ногам Мне кажется, что эти удары у него вполне тоже могли бы пройти Но здесь есть ошибка у Кадыра, он уходит на дистанцию по прямой Соответственно, рано или поздно его просто Владислав догонит Тем более мы уже это несколько раз видели, вот сейчас, кстати, хорошее смещение в сторону Очень спокойно блокирует правую руку соперника Владислав, но пока без контратак Руки на месте были сейчас у Кадыра, но выглядело это вполне себе опасно Да, в стойке очень хорош Владислав, пока что есть попадание, еще раз ногой добавляет Две минуты еще сражаться в первом раунде И опять на опережение работает сейчас Владислав Ну вот постепенно осваивается Кадыр, начинает работать посмелее Неплохой лоу-кик от представителя Киргизии Очень много действий подготовительных, много пауз между ударами И напомним, что ух, какой хороший Прямо рядом с головой бахнул сейчас Владислав И надо, конечно, здесь внимательнее быть Кадыру Но успел среагировать, надо отдать должное Убрал голову И опять мощный лоу-кик Да, ведут по времени Владислава Мы напомним, что поединок у нас по ММА, но пока все исключительно в стойке С хорошими разменами, вот так с колена стартовался через Кадыр Да, но еще раз подчеркнем, что одна победа у Кадыра от удара коленом с разножки есть В прыжке, так почему бы не попробовать этот прием применить вновь? Ну вот как раз и попытка разножки была, но без подготовки здесь уже Фокин успел среагировать Просто ушел в дистанцию И опять очень грамотная работа на ногах Справа на право разменивались довольно опасно Фронт кик хороший Да, по туловищу И включились эти лоу-кики со стороны Владислава Да, да, удары по ногам должны замедлить Кадыра Должны заставить его просесть функционально И пока что Владислав все для этого делает Очень размеренно, четко, без лишних движений Владислав действует в первом раунде Пока все Итак, завершен перерыв, давайте смотреть, это раунд под номером два Небольшая заминка, много воды Секунды налили на Владислава Нужно его протереть Потому что все-таки предполагаются еще варианты борьбы И нельзя, чтобы спортсмен был скользкий Сразу же поджимает Владислав Очень быстро он занял центр клетки И вот тем не менее отстреливается Кадыр Пока по воздуху Пытается раздернуть Кадыр, пытается найти свой момент для входа Но мы ведем туда Попытка забороться, очень четко ее пресекает Владислав Жестко встречает с передней руки А скорость-то возросла Да И темп возрос Пошел прессинговать, хорошо попадает по корпусу Коке Выпала Крапа, сейчас нужно ее вернуть на место Хорошее попадание в исполнении Владислава Смотрим дальше Перешел на повышенную передачу сейчас И опять вот отбивает корпус ногами Причем готовит удар руками Да, заставляет защиту подняться И туда тут же направляет свой кик Попадание пальцем в глаз произошло Неприятный момент Тоже нужно дать спортсмену восстановиться Но показывает, что в принципе нормально Только да, действительно чуть-чуть времени нужно Продолжать готов Надо проморгаться сейчас Кадыру Врача можно? Ох, все-таки врача вызывают Ну вот А так хорошо все начинается Да, не хотелось бы, конечно, чтобы этот бой завершился по травме Вот смотрим момент Ну здесь действительно не сжал кулак Владислав И получилось, что выбросил руку навстречу И Кадыр наткнулся Нет, все в порядке, да Врач дает разрешение И я так понимаю, что время Кадыру пошло тоже на пользу Смотрим далее Болельщики оживились Поддерживают они Владислава Фокина Да, на руках, конечно, Фокин очень хорош В этой работе Хорошее чувство дистанции И момента Да, тайминг также Владислава очень-очень приличный По туловищу попытка атаковать от Кадыра Ну там еще боковой сразу влетел от Владислава Пожалуйста, лоу-кик То есть очень умело и своевременно меняет уровни своих атак Владислав Хотя, тем не менее, сейчас пропустил Пару боковых от Кадыра пошел отквитаться Очень опять плотный хлесткий удар с ноги по туловищу заводит Владислав Ну и требует большего давления Здорово подхватывает атаку Владислав Опять попытка броситься навстречу колену в прыжке от Кадыра Но почему-то он именно бросается Он не готовит эту атаку Не тянет соперника на себя Грамотно избегает борьбы Владислав Как не пытается Кадыр туда соперника затащить Все мимо, все не то Двоечка Еще раз попадает передней рукой Владислав Очень хлестко И теперь уже, возможно, попытается Кадыр запереть Владислава у каната Ну, у сетки, я не вижу Но пока джебами вот так вот Владислав Спокойненько набрасывая эти джебы Выходит опять на центр клетки Плотно, жестко пробивает в ногу Владислав Но выдерживает пока эти удары Кадыр Такое ощущение, что Кадыр чуть-чуть задышал Ну, пропустив столько ударов Это, в общем, не мудрено Корпуса, да, много было Ну, и, кстати, Кадыр нет-нет, да и соперник на лицо Ну, вот сейчас, да, в общем-то кровотечение из носа у Владислава довольно приличное Ну, вот нашел свою дистанцию Кадыр Кустан И уже такое достаточно серьезное давление оказывает он на соперника Уже не так легко получается защищать себя у Владислава Есть там, кстати, и рассечение под левым глазом Потекло Ну, и хороший ответ, тем не менее, от Хокина Чтоб тоже качественный корпус, голова Ну, да, но Кадыр молодец Вот хорошо сейчас попадает справа Действительно пристрелялся И опять и снизу долетел удар Как-то начал пропускать удары Владислав все чаще и чаще Разладилось дело у него в защите И, конечно, Кадыр, воодушевившись этим, идет вперед И опять через удар снизу Хорошо Сокращает дистанцию Кадыр и опять пробивает Да, в данном случае Кадыр, не мудрство и лукаво, просто идет на «вы» Действует достаточно прямолинейно и открыто, но Но это стало срабатывать Да, это приносит ему успех Левый на скачке, снова попытка пробить снизу Пытается из движения еще атаковать Владислав Но концовка, вторая даже половина этого раунда не очень удачная для него И есть все-таки подхват, перевоз в партер Но быстро Фокин скакивает на ноги Но раунд Владислав отдает, мне кажется Ну тут вопрос по первой половине Но вторая половина, да, однозначно, она за Кадыром Да, 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 там и урон, и попадание, и в принципе И прессинг, контроль клетки, здесь все 10 секунд до конца раунда Надо Владиславу потерпеть Стал он так уже откровенно смещаться Откровенно отходить И здесь, да, я соглашусь, но скорее всего по раундам 1-1 Какие коррективы внесет Владислав и как сможет развить свой успех Кадыр? Да, потому что раунд вполне возможно, что решающий сейчас Вот, да, кто-то поддерживает Владислава Левый на скачке Владислав начинает работать первым номером Атака в ногу Еще раз, но контрит очень жестко Кадыр Причем классическая контратака под лоу-кик Вдар свободной рукой в голову Ну и говорят сейчас Владиславу, чтобы он не мудрил Чтобы он не использовал удара с разворота Но, может быть, такое движение застанет соперника врасплох И будет каким-то решающим Тут, наверное, надо сбивать именно дистанцию Кадыру для Владислава Кадыру, естественно, нужно действовать как действовал Потому что он наконец-таки нашел и свое расстояние, свои углы атаки И тут ключевой вопрос Сможет ли Владислав также взвинтить темп, как он это сделал на старте предыдущего раунда Также слышим команду из угла Кадыра, чтобы тот продолжал действовать апперкотом В предыдущем раунде этот удар очень хорошо получался у киргизского спортсмена Стало больше пауз возникать, больше подготовительных движений Такое ощущение, что Кадыр сейчас выцеливает просто Вот сильнейший справа Попытка атаковать снова была в исполнении Кадыра Пытается он оттеснить соперника к сетке Много двигается Владислав, но без ударов Да, и сейчас такой получается О, да-да, отгоняет все-таки он своего соперника Вот до этого получалось переворот Сделал Кадыр, потому что в первом раунде Владислав действовал очень плотно И поджимал соперника к сетке Здесь сейчас в третьем именно боец из синего угла делает то же самое Хорошо опять режет пространство своему оппоненту Кадыр Но мы видим все равно Чувствует вот это самое пространство клетки Владислав находит себе варианты Находит возможности для отхода Но вот с такой тактикой рассчитывать на победу, наверное, будет трудно Нет, здесь без попаданий, конечно Нужно наносить ущерб, причем ущерб довольно серьезный своему сопернику Просто через защиту, через уклоны и смещение не сработает, раунд не заберешь Хороший фронткик от Владислава Неплохо, контратаковал, но тут же все забирает себе Кадыр вот этой серии попаданиями справа Владислав в разы меньше стал бить Да, согласен И как раз вот этот недостаток количества ударов может негативно сказаться в итоге на судейском решении Потому что, да, он не пропускает, в общем-то, он неплохо себя защищает Но ударов-то, в сомнении, и хорошая атака была в исполнении Кадыра Курстанбека Нет, сейчас сорванулся Кадыр вперед, здесь попробовал подхватить Владислав его атаку, но дальше, видимо, сил уже не хватило Пытается иногда размениваться, такое ощущение боец из Курстана И нет, нет, здесь без подготовки попытка пройти не получилась Вот хорошо, вот сейчас я добавил Неплохо попадает Владислав, но это не останавливает Кадыра, у которого плюс еще ко всему очень хороший держак Крепкая голова, он пропускает удары, но при этом это его не останавливает Чуть хорошо ногой по туловищу Сам идет бороться, а Владислав перевод ему очень нужен был бы Не получилось, да Кадыр хорошо защищался от прохода Отличный джеб Двигается из стороны в сторону, Владислав пытается запутать соперника Ну и так, достаточно спокойно, в целом, где-то перебил, передавил Кадыр, своего соперника в этих эпизодах Опять продолжает кружить Владислав Хокин, но без ударов Да, говорим мы в унисон, но это действительно важно И хорошая атака в исполнении Кадыра И приглашает Кадыр оппонента подраться в конце боя Поразмениваться, но походу Владислав не горит желанием этого делать Но, тем не менее, вот в самой-самой концовке все-таки бросается вперед Владислав Хокин Оформляет перевод, но времени уже не хватило ни на что Да, любопытно, что сейчас скажут нам граждане-судьи Я не удивлюсь, если отдадут в синий угол В этом поединке, после трех раундов смешанных боевых единоборств Пройдя всю дистанцию единогласным решением судейской бригады Победу одержал Владислав Хокин Но, видимо, убедил все-таки Владислав Хокин Судей в том, что он был получше И одержал победу единогласным решением Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!